Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Но если вы будете чрезмерно строги с ним, то есть вообще не будете на него никакого внимания обращать, а внимание ведь нужно, он это внимание будет искать в другом месте, и возникнет проблема. Или вот, например, дети играют в игры. Хочешь играть в видеоигры? Можешь играть, но нужно делать домашнее задание. Если баланса не будет, опять же придем к одной из двух крайностей. Вот, например, телефон, смартфон или планшет. Это очень плохая идея давать эти гаджеты ребенку в раннем возрасте. Это очень плохо. В мозге ребенка это вызовет чрезмерную активность, и он не сможет сосредоточиться на чем-то важном. Нужен здоровый баланс в плане доступа ребенка к технологиям. Я вам скажу так. В детях на самом деле очень много творчества. Им только надо позволить это творчество реализовать. Если вы даете им пазлы, чтобы они их составляли, если вы с раннего возраста приучаете их к книгам, читаете вместе с ними, их словарный запас обогащается. Если читать они у вас начнут лет в 9-10, это очень хорошо. Если ребенок у вас будет читать больше книг, чем играть в видеоигры или там на телефоне, это очень хорошо. Мое личное мнение в том, что, конечно, абсолютно их от этого изолировать не надо. Вот, например, если вы в своем доме не даете вы игры играть. Вот такие вы в доме правила установили. Посмотрите на жизнь ребенка. Если он будет видеть, что видеоигры, в которые вы не даете играть, есть у двоюродных братьев, сестер, родственников, то он будет расти с ощущением обделенности. И когда он до этого дорвется, то впадет в крайность. Потому что он же видит, другие дети играют в это. И он будет жаловаться, недовольство выражать. Мол, как так, у нас нет этих игр. Понятно, что можно дать им поиграть, но нужен баланс. Нужно ограничивать время их игры. Если вообще не будете играть давать, будут проблемы. Если скажешь, можешь играть в видеоигры сколько хочешь, будут проблемы. В обеих крайностях проблемы. Нужно соблюдать баланс. Пусть игры будут, но нужно ограничивать сколькими-то часами. Теперь давайте поговорим о намазе. Ты хочешь привить ребенку желание читать намаз. Здесь, знаете, есть очень легкий и хороший способ приучить ребенка к намазу. Не надо резко с этим наседать. И говорить, так, с этого дня будешь пять раз в день намаз читать. Если слишком рано будешь приучать ребенка, будут проблемы. Если затянешь с этим, тоже. Некоторые слишком высокие требования предъявляют. Уже в возрасте четырех-пяти лет. Хотят, чтобы он молился. Ты должен молиться, должен. В четыре, пять, шесть лет. Это слишком рано. Если и дальше будешь заставлять его молиться. В слишком раннем возрасте. Он будет сопротивляться, ненавидеть это. А если до самого подросткового возраста не будешь говорить ребенку о намазе? Лет до двенадцати. И в этом возрасте уже скажешь. Ну давай теперь начинай молиться. Почему не молишься? Молиться надо. Поздно уже. Не привык он. Очень тяжело будет теперь его к намазу приучить. Поэтому здесь как надо поступать? Приучать с семи до десяти лет. Причем приучать плавно. Постепенно. В семь лет говоришь ему, читай один намаз в день со мной. Один намаз в день. Большего не требуй. А все остальное время, если хочет читать, пусть читает. Если не хочет, не заставляй. Лет в восемь, два намаза в день. Ближе к девятому году жизни. Ты для него установи три намаза в день. Когда ему будет девять, в какой-то момент четыре намаза в день. А когда ему будет десять, пять намазов в день. И там уже пять намазов каждый день. Если будешь поддерживать баланс, все хорошо будет. И ваш ребенок будет уважать вас и религию. Если будешь своей дочке повелевать, носить хиджаб, будешь наседать, в раннем возрасте требовать будешь. В три-четыре года. Это не всегда правильно. Иногда они могут сопротивляться. Просто не захочет его носить. Она будет его носить в четыре, пять, шесть, семь лет. Но наступит момент, когда она не захочет его носить. А если плавно будешь приучать, она будет уважать это. А если до одиннадцати-двенадцати лет не будешь приучать дочек, а потом резко однажды скажешь, с этого дня ты будешь носить хиджаб. Ей это не понравится, не будет она носить. Поэтому нужен здоровый баланс. В возрасте пяти, шести, семи лет. Если носит хиджаб, альхамдуллиллах. Если не хочет, пусть не носит. Лет в семь-восемь, побуждая ее время от времени надевать хиджаб. Вот знаете, с детьми, с западным менталитетом, очень хорошо работает, когда вы им объясняете. Не надо им просто приказывать без объяснений. Нужно объяснять, почему это нужно делать. Приводите им убедительные доводы на их уровне. Вот когда я рос, да и многие из вас тоже нам как говорили, читай намаз. Если не будешь читать намаз, будешь гореть в адском огне. И мы слышали только это. Намаз не читаешь, получаешь подзатыльник. Читай намаз, а то попадешь в ад. Кроме ада, надо про рай еще говорить. А то намаз не прочитаешь, тебе выговор или ударят. Это плохой подход. Здесь нужно сбалансировано. Да, в Коране Аллах говорит о том, что может человек попасть в ад, если он не читает намаз. Но разве только об этом мы должны детям говорить? Почему бы не сказать? Читай намаз, ведь Аллах говорит. О те, которые уверовали, прибегайте к терпению и к намазу. Намаз это ключ от рая. Хочешь попасть в рай? Мы все хотим. Так читай намаз. Чтение намаза это лучший способ выразить Аллаху благодарность. Продемонстрировать, что ты ценишь, что он дал нам. Нужно Аллаха благодарить. Вот такие красивые доводы нужно приводить, когда побуждаешь читать намаз. Когда религия плавно входит в жизнь ребенка, причем ему обосновывают все это, то у вас с детьми будет хороший уровень доверия. Они будут задавать вам тревожащие их вопросы, не боясь осуждения. Сейчас дети вообще умные пошли. Вот в нашем с вами детстве мы вообще не спрашивали. И нас тоже не спрашивали. С одной стороны, удобно. Ходишь втихаря сам себе на уме. Но должен быть здоровый баланс. Должны дети иметь возможность задать родителям тревожащие их вопросы. Но, конечно, в определенных пределах. Если к нам дети подходят с какими-то серьезными вопросами об исламе, о Коране, о посланнике Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, это естественно. Американцы любознательны. Они будут подходить к нам с этими вопросами. И на них нужно уметь отвечать. Неправильно будет осуждать. Говорит, дескать, мы не должны спрашивать о таких вещах. Мы не должны оставлять ребенка вообще без ответа. Нет, отвечайте им. Если ты не знаешь, что им ответить, ну тогда приведи детей в мечеть. К хорошему имаму. Если у имама нет удовлетворяющего вашего ребенка ответа, отведите к другому имаму. И опять к другому. Если ответ не удовлетворяет, можете в интернете разместить свой вопрос. Где-нибудь на форуме, где имамы отвечают. Там ответы получите. Находите эти ответы, отвечайте вашим детям. Вот, например, мой ребенок бывал, задавал мне такие вопросы, после которых думаешь, а как ответить-то интересно? Однажды мой ребенок спросил меня. И, кстати, знаете, почему они так спрашивают? Потому что они слышат эти вопросы в школе. А в школе-то понятно, какие ценности преподают. Самые либеральные. Самые свободные взгляды. Непозволительно свободные. Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь. И на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить.